Долго размышлял, какое следующее видео смонтировать, чтобы заинтриговать вас просмотром новых фильмов, и случайно наткнулся на бельгийский кинематограф. Приветствую на канале ТОП КИНО. Сегодня хочется вас познакомить с пятеркой интереснейших сериалов из Бельгии, вышедших на экране за последние 4 года. А перед просмотром прошу подписаться на канал новых зрителей, ставить лайки и комментарии для продвижения канала. Хотите стать спонсором? Адрес электронной почты указан. Также можете задонатить на развитие канала. Ссылки в описании видео. Итак, вперед! Как я и говорил, к обзору бельгийских сериалов меня рандомно подтолкнул криминальный сериал «Ферри». Данный проект изготовлен стримингой платформы Netflix и вышел 3 ноября 2023 года. Во время недавнего рейда в Северном Брабанте полиция обнаружила крупнейшую за все время лабораторию по производству экстази. Предполагаемый глава наркомафии Ари Те был задержан в своем особняке. Также было арестовано около 12 членов. Главный герой Ферри Бауман. Мужчина средних лет, если учитывать возраст ближе к 50 средними годами. Мелкий торговец экстази в бельгийском провинциальном городке Брабан. Главный герой пытается стать влиятельным торговцем запрещенных таблеток. Изначально мы не понимаем, откуда и как он очутился в этом маленьком городе. У него молодая девушка, с которой он хочет связать свою жизнь. Ввиду наличия финансовых проблем, Ферри Бауман пытается наладить незаконный бизнес. И ему выпадает случай сбыть большую партию, пока главный торговец с незаконными веществами временно попадает за решетку. Сериал криминальный, но с отличным юмором. Местами драматический, с непредсказуемыми поворотами в сценарной линии. Актерская игра персонажей на высоте и заставляет сразу верить в происходящее на экране. Многие называют данный сериал вовсе тяжкий на минималках. Моя оценка 10 из 10. Рекомендую. Надеюсь будет продолжение. Нахуй пошел! Вы можете представить двух копов, работающих в паре? Один из которых мужчина, любитель алкоголя, кокса и элитных проституток. А напарник – лесбиянка, которая не может стабилизировать свою личную жизнь. Согласитесь, интересный коп-тандем. Натурал и лесбиянка. Так, это была предыстория сериала «Честная сделка», захватывающей криминально-комедийные драмы. В сериале мы видим будни двух инспекторов полиции по борьбе с наркотиками. Комиссара Уолтера Уилсона и полицейской Робин Де Ровер. Конечно же, раньше они были честными сотрудниками и пытались победить зло. Но жизнь поменяла их взгляды на выполнение задач по борьбе с преступностью. Содержание, взятки, отдых, встреча с бандитами. Все это мы видим на экране в сериале «Честная сделка». Присутствует четкая сюжетная линия, в которой главный посыл сериала выживает только сильнейший. И каждый в этой жизни хочет отхватить свой кусок пирога. Радует динамика действий, наличие черного юмора, иногда с перегибом, и отмороженность полицейских. Кстати, главный герой сериала «Честная сделка» – талантливый бельгийский актер Кевин Янсен. Снимался в сериале 2023 года «Необработанные алмазы», обзор на который я делал ранее в выпуске сериала про евреев. Ссылку оставлю в описании. Режиссер Марк Пунт создал потрясающую атмосферу на экране, заслуживающую вашего внимания. Смотря сериал, приходишь к выводу, что система полиции одинакова. И в то же время понимаешь, все ищут отношения, но не для всех стабильность – это залог удачной и спокойной жизни. Смотрите сериал «Честная сделка», а мне оставляйте ваши лайки. Далее хочется вам порекомендовать драматический бельгийский сериал «1985» молодого режиссера Воутра Бувейна. Немного спойлера в ленту. 1980 год. Трое неразлучных друзей. Фрэнк и Марк и его красавица-сестра Вики мечтают достичь больших высот в жизни. Они полны надежд, амбициозны и смотрят на мир через розовые очки. Фрэнк и Марк идут на службу в бельгийскую жандармерию новобранцами, а Вики поступает на юридический факультет престижного вуза Брюсселя. Далее видим этапы взросления каждого из персонажей, изменение отношения к жизни и разные пути, но их до сих пор объединяет давняя дружба. Интересный факт, что сериал основан на реальных событиях, происходящих в период с 1980 по 1989 год. Об этом периоде бельгийцы помнят до сих пор. В конце каждой серии приводятся фактические сведения согласно происходящим криминальным событиям на экране сериала. Сбалансированный и четкий сценарий не дает отвлекаться перед экраном. Постепенное развитие сюжета передает понимание и оценку действиям каждого главного героя фильма. Сериал снять на высоком уровне и показывает реальную интересную историю прошлого Бельгии. Актерский состав играет на высоком уровне. Рекомендация сериала 1985 однозначна. Анна Михейлбранд, премьер-министр Бельгии. В один из рабочих дней, находясь на заседании, к ней по WhatsApp приходит сообщение от неизвестного номера. Открыв сообщение, она с ужасом видит фото дочери Эльки. Не единственное смешное имя в этом сериале. На фото дочь связана и на груди висит табличка со странным посланием. Так начинается следующий рекомендуемый сериал «Отключение» или «Блэкаут». Аннами также получает предупреждение о том, что она не должна обращаться в правоохранительные органы, а действовать только по инструкции. Приехав домой, премьер-министр обращается к давнему знакомому полицейскому Михаэлю за помощь в спасении дочери. И последний начинает скрытое расследование. Сериал раскачивается постепенно, показывая нелинейность событий, вовлекает в большие политические игры. Можно сказать, это актуальный взрослый политический детектив. Если вы любите такие сюжеты, сериал «Отключение» для вас. А для меня не забудьте написать комментарий. Последний из пятерки, который вам хочу порекомендовать – сериал «Отденьгах и крови». Отличная история о мультимиллиардной схеме, связанной с торговлей квотами на выбросы углеродов, которая основана на реальных событиях. Сюжет сериала создан по книге журналистов Абриса Арфи «Денег и крови». Суть мошенничества заключается в том, что некоторые предприимчивые люди специально создавали фиктивные фирмы, а за счет них получали компенсацию от государства. Данная афера достигла таких масштабов, что существенно стало влиять на экономику Франции. Именно про таких аферистов идет речь в сериале «Отденьгах и крови», вышедшей в 2023 году. В сериале показано, как легко с помощью больших денег побеждать бюрократию в государственных органах, но также показаны люди, которые отдают все силы на поиски преступников, теряя даже семьи. Как по мне, отличная и завораживающая история, прозванная французских СМИ «мошенничеством века». Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Понравилось видео? Можете помочь для развития канала. Реквизиты в описании. Не забывайте писать комментарии, это помогает продвигать канал. Доброго вечернего просмотра. Смотрите хорошие фильмы и до встречи. Вали уже. Мистер Фетуси? Да. Следуйте за мной. А ты жди нас здесь.